Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, это студия Агрокам ТВ. Ну и что у нас Ньюби против Вичи Гейминг? У нас прям финал Интернешнл, а здесь на Айлиге составчики немного поменялись, но это все касается Ньюби, без Ксяуэйта ребята уже давным-давно у нас рубят. Но в целом команда на уровне, команда держится. Ну и Вичи Гейминг, как были в топ-составе, как были звездными, так звездными и остается. FY, Супер, Хау, Айс, 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 Финрир, кто бы мог подумать. Ну и Вичи Гейминг вернули в мету Драгон Найта, надеюсь это будет почаще. Ну, я думаю, что к обновлению Драгон Найта мы увидим намного чаще, чем это было до того. Смотрел я, кстати, тир-листы по 2015 году. Драгон Найт у нас третий снизу по пику. Его пикали 5 или 6 раз всего на фоне тех же Vengeful Spirit, которые по 450 раз то в бан, то в пику летали. Вот, поэтому ДК, конечно, скучаемо по нему. Не самый яркий, не самый интересный, но в принципе с стандартной метой, которая не меняется. Можно и на ДК посмотреть, все же какое-никакое обновление. Со стороны команды Ньюби. Шейкер, Шторм Спирит, Магнус и Джаггернаут. По пику Магнус, скорее всего, отправится, я думаю, в сложную. Шейкер пойдет саппортить у нас Джаггера, Шторм Спирит отправится в мидлейн. Нужен еще один саппорт. Для команды Ньюби забанили Сайленсера Вичи Гейминга. А себе пятым пикнули Фейслес Вайда. Вич Доктор плюс Фейслес Войд. Я думаю, объяснять никому не нужно. Команда Вичи Гейминг не из тех, кто Дезворды в купол будет тыкать. Так что Фейслес Войд плюс ВД это супероружие. Да и по цветам они, в принципе, очень даже гармонично смотрятся. Тролль Варлорд также в пике Вичи Гейминг, Драгон Найт и Рубик. ДК, я думаю, скорее всего отправится на мидлейн. Рубик у нас будет саппортить вместе с ВД. Ну и Тролль Варлорд, который будет, я так понимаю, оформить легкую линию. А Фейслес Войд отправится у нас оффлейн. Будет получать левел, зарабатывать себе на купол, а дальше будем смотреть на разрыв. Вичи Гейминг. Все, укомплектовались. Ньюби тоже Скайра Смага забирают пятым пиком. Рэббит будет у нас фармить на Джаггере. Джун будет отыгрывать на Магнусе в сложный Саншен. Будет саппортить на Шейкере. Шторм Спирит на мидлейн для Му и Банана на Скайра Смаге. Со стороны команды Вичи Гейминг. Финрир уже забрал себе ВД. Хау берет себе Тролль Варлорда для фарма. Ну и Фуай забирает себе Рубика. Здесь, я так понимаю, еще можно поиграться. Мидлейн или сложный. Ну, скорее всего, Фейслес Войд отправится у нас в сложную. А Драгон Найт, соответственно, отправится в мидлейн. Но игра обещает быть очень жесткой, как по мне. Все-таки память о противостоянии двух коллективов жива. Никуда она не девается. И деться не могла так. Айсайсай со старта решил задавить нас просто количеством денег, которые он потратил на таймбрейкер. Раз. И голову мистическую на Войда 2. Тьма тьмущая. Столько денег, по-моему, только вчера мы видели на Миране. Кто же это был? Кто же это был? Кто-то тоже из китайской Доты был в отвратительном, просто в ровеглазном сете на Мирану за 400 баксов. Но, тем не менее, деньги были потрачены. Смотрите, любуйтесь, какой я богатый. Одну секундочку. И все. И возвращаемся. Ну, по лайнам, собственно, расстановка примерно ясна. Я думаю, что Джун отправится у нас в Сложную. Ему будет фармить на Шторм Спирити Мидлейн. Саппортить Банана будет Топ Лейн. Тут Саншенк уже охраняет Рэббита. Ну и Банана, разумеется, тут даже отправится. По команде... По команде Вичи Гейминг. FY будет вместе с Фенриром. Рубик и Вич Доктор, соответственно, внизу вместе с Хао на Тролль Варлорде. В Сложную отправляется у нас Айсайсайс на Фейслес Войде. И Мидлейн у нас для... Для Супера на ДК. Пожелаем командам удачи. Ждем адской рубки. Ждем рубки. Я думаю, было бы неплохо. Не 15-минутную катку. Как это было, кстати, в гранд-финале Интернешнл. Я думаю, все помнят. Там матчи за 20 минут не переваливали. Все быстренько. В пятером по Миду собрались. Заставили Виномансера заплевать все своими вардами. Одна победа. Вторая победа. Третья победа. 5,5 миллионов долларов в карман. И поехали покупать половину Китая. Ну что, ДиК... ДиК в смысле Драгон Найт, конечно же. Против Шторм Спирита у нас на Мидлейне. Суперу не должно быть здесь, в принципе, сложно. Все-таки от ударов с руки он проседать не должен. Здесь, опять же, Драгон Блад будет вкачан. И ХП реген будет относительно неплохой. Ну и фармить, в принципе, Суперу тоже будет несложно. Он милишник. Это раз. А во-вторых, через Брестфайр очень просто все делается. Пока что Супер все равно просил по ХП по Мане. Так и должно быть на ранних лвлах. Ему надо очень сильно пыхтеть здесь. Ну что? Минус с Курьер. Как я понимаю, Банана. Самый хитрозадый в мире Скайросмак. Не дал Суперу получить Боттл. Курьер у нас отправился в таверну на 2,5 минуты. И Супер теперь будет мучиться. Иначе это и не назовешь. И так Му не давал ему покоя. Не слазил с него. И теперь еще и без Боттлы. Странно, почему Вич и Гейн недоконтролили данную ситуацию. То, что Супер будет покупать Боттл, это очевидно. Потому что ничего вообще не покупал два Ирон Брэнш и чужие Танго. И Ясен Пейн Драгон Найт выходит у нас в Боттл ранее. Ну и об этом знали Ньюби, просто надо было один левый клик сделать по Суперу. И это понять. Ну и команда Вичи Гейминг не подумала, что Ньюби настолько подлые в данном вопросе. Скайросмак после того, как забрал Курьера, отправился на топ-лейн к Рэббиту. Сан Шэнк уже подходит на мидлейн. Супер проседает по хелс-поинтам. Федерир выходит у нас на Му. Стан пошел в Супера. Ой, какой кривой стан от Шейкера. В никуда вообще полетела Фессура. Ну, она зацепила Супера, но надамажить его смогла. А за 105 отрезать от своего Таура не получилось. Две минуты сыграно. По фарму команда Ньюби 600 по экспириенсу проигрывает 300 у своих оппонентов. Но это потому, что Скайросмак у нас левел не получал. Ходил себе, убивал Курьеров. Я думаю, больше все-таки выиграла команда Ньюби в данном вопросе, чем потеряла. Загнали мидлейн и сейчас ту экспу, которую недополучил у нас Скайросмак, недополучает Драгоннайт. А это куда дороже. Ну что, ВД пока что базируется у нас на мидлейне и не отходит от Супера. Супер до сих пор без батлы, потому что она в Курьере и еще 30 секунд ждать. Пока что держится, молодцом, не сливался. Даже Шейкер, который вышел, в принципе, Супер Автаверну отправить не смог. ФБ у нас еще не произошло. Где он вообще может быть? Ну, кроме мидлейна. На мидлейне тоже ситуация скользкая. У Фестлесс Вайда не самая приятная ситуация. Здесь один стон от Саншенга. Сайленс от Бананы, который не позволит таймволк сделать Фестлесс Вайду. Ну и, конечно же, много дэмэджа от Рэббита. На ранних левелах Джаггер достаточно серьезная вообще боевая единица, благодаря своему Блейд Фьюри. Поэтому Айс 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 вообще надо быть осторожнее всех на карте. Все-таки он стоит соло против триплы и стоит соло милишником. Какой бы это воид не был, это все-таки воид. Это мили-герой, которого цеплять вообще не вопрос по данному пику. Джун решил подстилить здесь немножечко экспы. В итоге вынужден бодаться здесь с Рубиком. Ну, Рубик неплохо еще настреливает по Джуну. Ну и все. ФБ у нас сделали на войде. Все это на нижнем лане. Давайте смотреть, как происходило. Как погибали герои. Айс Айс Айс. Ловит у нас Сайленс. Рэббит через Блейд Фьюри. Вот вам и пожалуйста. Ну и Скайросмаг забирает в итоге у нас ФБ. Магнус просел по Хеллс Пойнтам. Невероятно. Неужели это от одного Рубика? Ну, скорее всего, ФА уже стоит здесь с Держ Саншенга. Му на лоу ХП. Му под Меледиктом, если не ошибаюсь. Все, слетает Меледикт. Выживает в итоге Му. Джун на лоу ХП пошел хилиться на Фонтан. Ботлы пока что у него нет. И возможности ее купить никакой. У Драгонайта наконец-то появляется Ботл. Ловит у нас Саншенга. ДК у нас со Станом. Застанили Саншенга. Саншенг умирает. Ну и Драгонайт забирает первый фраг для себя и первый для своей команды. Джун отправляется на мидлейн. Куда ты дел Му Джун? Му как Джун. Му пешком ходит на Фонтан. Там хилиться. Шестой левел, если что, есть уже для Шторм Спирита. Поэтому смело можно ворваться на одну из линий. Немножко удивить соперников. Пять минут сыграно. По голде. Ньюби выигрывали тысячу. Теперь до семиста. Спустились по Экспириенсу. Впереди команда Вичи Гейминг. Ловит у нас Джуна. С Кьюэру Джуна есть. Джуна улетает по Т1. Без маны Фуай. Кстати, Фуай здесь самая желанная цель. На Фенрира. В итоге у нас влетает Му. Еще один удар. И Фенрир может умереть. В итоге и Му у нас ловит Меледик. И скорее всего может и отвалиться Му. Неужели у ДК не было маны? Да, да, да. На задувку не было у ДК маны. Му в итоге выживает. Тролль Варлорд был здесь. Хао безрезультативно подошел на руну. Никого зацепить не получилось. Ну и Ньюби опять выигрывает тысячу. По золоту и по Экспириенсу тоже графики в свою сторону отправляет. Ребята, подскажите, часто ли ДК заходит в пике. Нет, ДК не часто заходит в пике. Не только у команды Китая. Точнее не только у Европы, но и у китайцев. Китайцы давно-давно забыли об этом герое. У китайцев мета не сильно отличается сейчас от европейской, американской. И там все по стандарту. Ну, можно видеть. Мета вообще сейчас ни у кого практически не отличается. От матча к матчу. От катки к катке. От турнира к турниру. Абсолютно задолбущая мета. Вот, поэтому как нет его в европейской, так нет и в азиатской. И в азиатской, и в китайской конкретно. Доте. И это очень редкий случай. Когда супер отыгрывает у нас на Драгон Найте. Айс Айс Айс. Без... Пока что без хроносферы. Поднимает у нас Ф.У.Ай. Банану и Рэббит. Ловит здесь Маледик. Банану, скорее всего, умирает. Пошел он не слэш в Айс Айс Айс. Рэббит в итоге убивает у нас Рубика. Можно дальше гнать его. Джун на хосте. Без РП, но на хосте. И настреливает по Финриру. Все, отогнали команду Вичи Гейминг. Потеряли ВГ у нас Рубика. А сами забрали в свою очередь Банану. От команды Ньюби. Счет 2-2. Врыв пошел от Му. Финрир на ЛОХП. Развалили его через Шок Вейв. Айс 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 тоже на ЛОХП. Но не знаю, где он находится. В итоге Фуай у нас, скорее всего, еще подставляется. Скювер в него. Минус Фуай. Минус 2 уже делает команда Ньюби. Айс 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 Без Хроносферы. Все такие битые. Но поймать толком и некого. ДК. Стан в Му. И по-прежнему Айс 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 негде одного несчастного крипа увидеть. Просто убейте Джуна и будет у Айс Айс Айса Хроносфера. Нет, Джун в итоге выживает. На 30 хп теряют. Драгон Найта у нас. Игроки команды ВИЧ Гейминг. Счет становится 2-5. Тысячу по золоту Ньюби в этом файте. Тысячу по экспириенсу. Увидимся в следующей драке. Умерли все понемногу Но саппортов терять это одно А супер, который на Мид лейн стоял и который на девятой минуте Шестой левел только-только Это конечно неприятность У Шторм Спирита Уже почти восьмой Здесь один ремнант Крипы развалятся и ему будет Восьмого левела Левел имеется, есть Сол Ринг Есть для него ПТ, есть Нол Талисман Боттл тоже для мужа имеется Хао перемещается в собственный лес У него уже есть фейсбуцы Ринг оф аквила и мордип маск Для тролль варлорда Как там Рэббит У Рэббита та же история Только без аквилы Все то же самое, хотя нет У Рэббита уже есть рецепт на Мом А тролль здесь бегает С одним С одной мордип маск Ну по нетворцу давайте глянем, там разница небольшая Разница в 100 копеек всего Нашли чем компенсировать Преимущество одного и второго Хао для него здесь еще и настакали Ну забрать не проблема Через мордип маск Баттл транс пока что Хао не качал, но крипы и так сыпятся Не проседает по хп Тролль варлорд совершенно Поэтому даже мультиспауны Такие фармить это не проблема У Рэббита уже есть Мом ПТ к суперу прилетает И ПТ прилетает к фейзлес войду Хроносферу пока что Айс 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 у нас не юзал Возможности такой не было В прошлом файте она очень сильно бы помогла всей команде вичи гейминг Ну не хватало всего одного крипа Ну и вот вам Где-то не доработал в свое время Айс 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 в итоге Минус 3 сделала команда Ньюби Был бы 6 левел Вайда бы на руках носила вся команда Ловит Сайленс у нас Айс 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 Моментально Джаггернаут Юзайтом не слэш Минус Войт еще раз умирает Айс 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 0-2-1 счет Для фейзлес войда У Рэббита уже 2-0-2 Тролль тоже неплохо там Держится по крипампу Натворцу Таурра пушит Но при этом тролль не убивает 9 левел тролль варлорд А Джаггер Давайте обратим внимание 8 с копейками Да Джаггер нормально все Джаггер умудряется где-то потерять И ХП И не ХП Точнее и Экспу И золото Странно Вроде и убивает Джаггернаута При этом Слабее чем тролли По левелу И по И по И по запаку 1800 как никак для Хао На руках Ну будем смотреть на тролля Я думаю что доминатор здесь Должен появиться уже сейчас И дальше Сенжин Яша Развебивают другие тролли Хао абсолютно комфортная ситуация Может позволить себе фармить линию Когда крипы подпушат под Т1 Если крипов Отпушил лично Хао А он кстати не стоит Не ждет Не Держит линию на таком уровне Чтоб не пушить Вражеских крипов И донайт своих Сразу после половины Ничего подобного Сразу подошел Набил лицо крипам Забрал деньги Пошел фармить себе Спокойненько лес дальше Там кто-то из команды Ньюби Все равно летит на топ лейн И отпушивает Дальше повторять Пока Не появится миллион голды Причем Заметьте Фармит тролль варлорд Линию без Берсеркер рейдж Если надо идти в лес Он переключается У нас на мели И на мелишной атаке Валит у нас крипов Сейчас давайте посмотрим Небольшой такой гайдик Кстати Ньюби то у нас тролля Сейчас и приговорить могут Банан видит у нас хао Сайленс пошел по хаоу Хао Мистик флеер под ноги Хао умирает Не получилось показать Но в следующий раз покажу Так вот на лайне Хао Фармит через Реджевую атаку Я как я понимаю Все это с исключительной целью Избавить себя от Такой неожиданности Как дополнительный дэмэдж От баша То есть там где ты думаешь Что крипу два удара А ты делаешь ему один удар Ему остается там 20-15 хп И крип Твой же его добивает Чтобы исключить Такую вот неожиданность Чтобы полностью контролировать ситуацию Фармит Лайн Рейнжевой атакой А Если в соло Идет куда-то в лес Фармит Соответственно переключается На мили атаку И Ну и здесь некому Кроме него добивать крипов Нормально разваливать Со всеми башами Со всеми Подстанчиками Все это не проблема У Айс 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 Восьмой с половиной Левел 1300 на руках Я думаю Что вполне может быть Что Фейслес Войд Соберется у нас Со старта Ваганим Для этого Обычно Вайдов и отправляют У нас На сложную линию Мордип маск Приобретает себе Айс Фенрира Один тапок Мэджик Вонту Супера Тоже ничего интересного ПТ Брасер Суперу надо В БКБ Выходить дальше Думать О доминаторе И так далее У тролль Варлорда Уже есть Яша Есть Мордип маск Для Хао И 700 сверху По золоту Со стороны команды Ньюби Скайрос Мак Уже Сурнов Шадоус И Транквил Бутсами У Бананы Все великолепно 2-2-3 счет В 5 киллах Участвовал Денег накапало Достаточное количество У Шейкера 1500 Сан Шенг Собирается в Даггер Уже есть у него Аркан Бутсы Мушный Нул Талисман Просто чтобы Мум мог Поносить с собой Эггис У самого Солу Ринг есть Поинт Бустер ПТ Боттл 1800 на руках И Рэббит Последний по списку Но не по значению В составе команды Ньюби У Рэббита Уже есть Яша Есть Мом Есть ВСБЦ Ну что Пошел у нас файт FY Украл Шоквейв У Джуна Ну и потом Уже использует Сейчас FY тут Пофайтиться не сможет Фенрир тоже отсюда улетает Потеряли Драгон Найт На топлейне Супер в очередной раз Отдается И это все плохо Плохо закончится Для команды Вичи Гейминг У Ньюби Уже 3.5 по золоту Преимущества И 5000 по экспириенсу Пока что не было Раскаста От Вич Доктора И Вайда Я вообще не видел Кстати Дезвард От ВД Вроде бы 6 левел Уже Достаточное время есть Пока что Фенрир нас не радовал Данным скиллом Джаггис Забирает у нас ФВАЯ Рубик Третий раз Отправляется в таверну 1-3-2 счет На данный момент Ну Неприятность 3-9 общий счет И Ньюби Продолжают наращивать Своё преимущество Айс 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 Врыв на Джуна Хроносферу под ноги И умудряется Дать баш На последней секунде Хроносферы Что является Вообще Безусловным лаком Пропёрла ФСЛС Вайда Просто на ура Так в принципе Магнус на скилл Уезжал у нас От Вайда И кто знает Что Айс 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 На хайграунде ожидал Поверьте Ничего хорошего Четыре игрока Команды Ньюби Уже были здесь Хао Немножко вытолкнули Хао у нас Из-под Мистик Флеера Дезвард пошел От Вич Доктора Отлично сыграл В данном файте Финрир Му на лоу хп Му под Меледиктом Каски по нему Каски пошли По Рэббиту Саншенгу Крипов вообще Не касаются Какие-то Управляемые каски Банана Ловит у нас Стана от Супера Сайленс на Отходе И опять Врыв от Му И здесь уже Джун РП по одному Суперу Супера надо завозить На хайграунд Нечем Просто нечем РП в одного Супера До свидания Магнус 6-9 Вич и Гейминг Очень даже Солидно ответили В данном файте Ну-ка 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 Три в ноль Подрались Тысяча голды И Две тысячи Экспириенс А все это За 20 секунд Файта на хайграунде Вич и Гейминг Куда не юбилезли Зачем Не понятно Что вообще Сделал Джун Тоже мне Не ясно Ну Да не получилось Но вроде как У Джуна с реакцией Должно быть все в порядке И был момент Когда можно было РП шнуть в двоих Минимум Даже наверное В идеале Если прокнуло в троих Наверное Ждал Джун Пока вчетвером Вокруг него соберутся Чтобы всех Спокойненько тут Собрать вместе Не получилось В итоге 6-9 И по экспириенсу И по голде Команда Вич и Гейминг Начинает Отыгрываться Так уж Торма уже есть Бладстон Му у нас Руной регенерации Можно завардить Заремнантить Весь лес Поиздеваться Над всем и каждым В итоге Помогает только Хау Один ремнант Подпушил крипов Здесь Поддамажил немножко Улетает отсюда Му Неинтересно ему Второй Болл Лайтнинг Почти 12 левел Бладстон есть ПТ есть Боттл для шторма Тоже Имеется У Вайда На котором играет Айс 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 Очень слабые нервы Все что могу сказать Поставил он Хроносферу Хотя рядом был Фуай Зачем надо было Ставить хроносферу Непонятно Такой важный спел И в никуда отправился И без маны Здесь к тому же Фейслес Вой Даже на Блинкаут Толком Не хватает Поэтому Айс 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 Конечно немножко здесь Погорячился Когда потратил Хроносферу В одного несчастного Шейкера Рэббит Выходит у нас на Войда По прежнему Нет таймволка Но прочекай же Узнай Рэббит не прочекал Не побежал дальше За Войдом Драка пошла у нас На нижней руне Убивают Шторм Спирита Минус Два в разных частях Карты делает Командовичи Гейминг Счет уже 8-9 По итогам файта 500 с одного Шторма получили Там еще и За Саншенга много получили Хао выходит на Саншенга Шоквейф от Эфуая Тролль Варлод Забирает Саншенга Джун увозит Из-под Мистик Флеера У нас Хао И Хао просто Напиливает по Магнусу Рэббит ловит Стан Дальше бьется Хао Рэббит просто Не выходит из баша Минус 3 делает Командовичи Гейминг Хао По дэмэджам от Му Наконец-то Развалили Тролля Убили также Рубика Денается здесь Шторм Спирит Ну и супер Под Омни Слэшем Супер пока еще живет Но это вопрос Одного удара От Рэббита В инвиз уходит У нас Рэббит Все очень быстро Решает банана В итоге Этого файта 4 в 3 В пользу Командовичи Гейминг Они проигрывали 8-9 Теперь счет 12-12 Ого-гошеньки Вот это я понимаю Файты Войд уже С Огр Клабом Айс 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 Скорее всего Идет В БКБ Ну просто избавиться От Стана Не от Стана Точнее От Сайленса Скоро с Магой Избавиться От Вортексов Шторм Спирита И всего вообще Что Шторм Спирит Неприятного Может вайду сделать Ну и дальше Вовремя поставить Хроносферу Пусть Под Дезвордом Загораются Супер На ДиКей Уже с Шадоу Блейдом Есть Огр Клаб 800 сверху Для Драгон Найта У Феста Свойда Есть уже Огр Клаб Так у нас Пошел файт В лесу Команда Вичи Гейминг Вставит Айс 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 У нас Неплохую Хроносферу Правда Демеджа У самого Айса Практически нет Дезворд в итоге У нас бил того же Кого бил Айс 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 Мув Расковыряли Дальше за Рэббитом 20 секунд Не будет Он не слэша у Рэббита Хау может и бежать за ним Тут хоста в принципе Хоста не планирует Заканчиваться Айс 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 Забирает еще и Магнуса 4-2 После 0-2 Айса на сложной Теперь уже Доминейтинг стрик В итоге файта 3-0 Полторы тысячи По золоту Вичи Гейминг 3-800 по экспириенсу А ниже Ньюби потеряли Свои 4 тысячи Преимущества И теперь сами На 2,5 Отстают по золоту И 3 тысячи По экспириенсу Отстают Ньюби Хотя выигрывали 5 Ну Стоит заметить Что команда Вичи Гейминг Была сильно зависима От ультов Во-первых Супера Во-вторых Фейслес Вайда И тот момент Когда Ньюби Насиловали команду Вичи Гейминг У Айса До сих пор Не было хроносферы Теперь у Вайда 13-й левел Хроносфера Само собой Разумеющийся Да и вообще По демеджу Войд становится Серьезной Персоной В составе команды Вичи Гейминг 4 тысячи Вичи по золоту 5 по экспириенсу Абсолютно зеркальное Положение До пятерки Опускались Ньюби Здесь Теперь Вичи Гейминг Поднялись до 5 Ну и здесь 4 на 4 Кардиограмма В действии Дезвард Вообще не вышел Ну из станов Из дизейбов Шторм спирит У нас не вышел Командовичи Гейминг Уже под хайграундом Уже супер Настреливает по баракам Не по баракам По Т3 На хайграунде Стоит еще Два игрока Ну В итоге Вичи Гейминг Разворачивается Что там с Рошаном Роха живой Можно идти убивать Захотят ли Ньюби Файтиться за Рошана Не знаю Не уверен Но ДК Пока еще С Ультом Поэтому Для Драгонайта Не страшно Здесь перетанковать Все это Да и надамажить В узком проходе Тоже не проблема У Войда Есть Скраносфера Дезвард У Вичи Доктора Через 20 секунд Но к этому времени Рошан уже упадет Ньюби Знать не знают Где находится их оппонент А если и знают То Не собираются Драться за Роху У Рубика Появляется Даггер Вичи Гейминг По фарму Продолжают Лезть Вверх 5.5 Для них По золоту И Столько же По экспириенсу Врыв у нас В Джуна Тролль Варлорд Просто спокойненько Под инвизом Заходит И разваливает У нас Джуна Даже не успеваешь Переключиться Так быстро умирает У нас Магнус Но он голый У него нет Нет точнее Еще в этом билде До сих пор Даггера Даггер лежит В стэше В стэше Или в курьере В курьере Лежит у Джуна Даггер В данной ситуации Да и шансов не было В принципе его провязать Хао На 18 левеле Под батл трансом Вместе с Энжин Яшей В принципе Из баши Никого Не выпускает Если мы говорим Сейчас у файта 1 на 1 Хроносфера От Вайда На хайграунд Рэббита поймали Мейн Керри Команды Ньюби В Третий раз Отправляется В таверну Айсайсайз С Блэк Кинг Баром С Блэк Кинг Баром С Момом Без ничего больше Вичи Гейминг На хайграунд Уже Финрир всех хилит Т1 по мидлейну Т3 точнее По мидлейну Начинает сыпаться Все Минус Т3 Дальше барраки А дальше можно идти На нижнюю линию Джун РП По троим Поднимают ветра Джуна и Офай Есть реверс полярити Вот так вот Дается РП Еще по четверым РП Правда бить толком Некому Жалко что Где нас Хао Находится До сих пор не могу понять Хао настал После потерянного Эгиса Выкупается Саншен В итоге Файт 3 в 3 По моему Очень классно Конечно Все сделал Эфай в данном Замесе Но Наносить дэмэдж Толком и некому было Драгонайк К тому моменту Был мертвый У Вайда Никакого сплэша нет И поэтому Фай в принципе РП провязал Просто подсейвить Свою тиму Но все равно Это было интересно 10 тысяч по золоту Вичи гейминг По экспириенсу 7500 Бедные Ньюби Так хорошо себя чувствовали Так здорово Шли вперед И все это так Красиво выглядело А теперь Вичи гейминг Их просто Напросто В два раза Перевернули То есть Перевернули до ноля Один раз А потом в два раза Еще в воздухе прокрутили Так Ну пока у нас Небольшая пауза Ну В файтах Давайте я вам покажу Собственно Чтобы вы понимали Ньюби у нас На третьей позиции Две игры сыграно Один матч Выграно Одна ничья Со стороны команды Вичи гейминга Одна игра всего сыграно И Одна победа Три-два по поинтам Идут Обе команды Вот Поэтому В принципе Все ровненько Они близко Друг к другу находятся Борются за Одно и то же место Поэтому Данного матча Думаю Даже чисто Психологически Зависит Достаточно Много Двадцать минут Сыграно Десять по Золотовичи гейминг Семь пятьсот По экспириенсу За последнюю минуту Ничего не поменялось Приобретает себе Блэкинг Бар Рэббит Сразу же Смок От команды Вичи гейминг Поможет ли БКБшка Рэббит Если на него Всей толпой Выйдут Под смоком Хао Можно да и на Хайграунд Заходить Вардов здесь нет Просто зашли И спушили Барак Нет Хао в итоге У нас разворачивается На Рэббит А Рэббит Под Блэкинг Баром В Хао Полностью Омнислэш Практически в Хао Разваливается Рэббит Минус Джаггернаут Налог И Петроль Варлорд Храносфера Пошла по двоему От Айс Айс Айса Му скорее всего Не успевает Убить Му отсюда улетит Банана Налог ХП Банана умирает Сан Шэнг Через секунду Будет Эхо Слэм У Сан Шэнга Есть Эхо Слэм Хао по прежнему Живет Фенерир его выхиливает Минус 4 делает Команда Вичи гейминг Айс 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 На хайграунд Я думаю Ньюби Понимают Чем здесь попахивает Скорее всего Попахивает Все Банана пишет Гудгейм Так и есть 27 минут Спасибо команде Ньюби И Вичи гейминг Что не стали тянуть Обычно такие катки Еще могут продолжаться Минут 45-50 Все таки у нас Китай Как-никак Ну это команды Топ лев Уровня Главные вообще На китайской Дота сцене Профессиональной Да и вообще на мировой Одни из главных коллективов Напомню еще раз Финалисты Последнего интернешнала Так вот Первую катку Выигрывает у нас Команда Вичи гейминг А данный матч Проходит в формате Бест оф 2 Вообще фактически Это две катки Бест оф 1 Объединенные в одну Ни одна Друг от друга Независима Поэтому Ждем следующего матча И посмотрим Смогут ли Ньюби Вспомнить Кто там Инт брал И кто вообще Самый серьезный у нас Якобы из действующих Чемпионов в мире Все Услышимся через 2-3 минутки Пока что не забывайте Подписываться на нашем Твиче Заходите в группу Вконтакте И наш канал Ютуб Все это под окном Твиче Это студия Игрокам ТВ У микрофона Друг Услышимся через 3 минуты